Коллеги, да, добрый день. Обычно, начиная эту лекцию, я привожу примеры, что видеть это хорошо, а не видеть это совсем-совсем плохо. Там у меня даже раньше были ссылки на Священное Писание, но сейчас просто позвольте, так сказать, давайте примем, что поражение зрения это тяжелое поражение. В мире нас считывается сейчас уже около 50 миллионов ослепших людей, ослепших в силу нетравматических причин, то есть это не война и не травма на производстве, а в силу заболевания. Из них примерно половина либо может вернуть зрение, либо могла бы его не терять, если бы вовремя сделали простые процедуры, как в случае галукомы. Либо это, скажем, гаторакт. При доступе к высококвалифицированной медицинской помощи эта проблема сейчас легко решается. Но вот вторая половина – это заболевания, которые либо плохо лечатся, либо, к сожалению, пока совсем не лечатся. Ну вот это вот картинка известной всем из школьных времен. Значит, глаз позвоночного, оптическая система, примамляющая роговица, хрусталик, стекловидное тело и светочувствительная тонкая полоска, сетчатка. Вот мы поговорим сегодня об одном из видов поражения сетчатки. Я хочу также напомнить, тоже широко школьный факт, что сетчатка позвоночника имеет трехслойную структуру. Вот здесь мы видите маленький патч, вырезанный из сетчатки. И это, собственно, первичные чувствующие нейроны, которые у позвоночника двух типов – палочки и колбочки, выполняющие несколько различных функций. Затем два слоя нейронов, обрабатывающих – это биполяры, которые первично суммируют и передают дальше на ганглиозные клетки, которые уже формируют зрительный нерв, посылающий сигнал в дальше мозговые структуры. К сожалению, заболеваний этих довольно много. Бывают они периферические, когда поражаются преимущественные палочки, и тогда страдают периферии, центральные, больше затрагивающие колбочки. И самые тяжелые, генерализованные, когда не обязательно одновременно, но поражается вся сетчатка. Их тоже много, генерализованных. Мы с вами сегодня немножко поговорим про вот эту пигментную или это ретинальная дегенерация. Пигментный ретинит, как его называют по-латински, хорошо диагностируется на довольно ранних статях. Вот вы видите, вот этот нормальный гвоздь, тут начинают проявляться пигментные гранулы, которые хорошо видны в термосфоп. Вот так выглядит картинка частично пораженного глаза, вот эта истонченная сетчатка, сквозь которой уже проваливается пигментный гранулы, пигментного эпителия. Вот так это выглядит функционально. Сперва возникает синдром туннельного зрения, потому что палочки поражаются в первую очередь. Но затем поражаются, к сожалению, колбочки и наступает в конце концов полная слепота. К сожалению, лекарства пока не существует. Известна хорошо генетика этого заболевания, сейчас уже известно больше 80 генов, в основном это все гены фоторецепторов. Несколько сотен локусов и еще больше, естественно, мутаций. Причем многие из генетических нарушений перекрываются с другими дегенеративными заболеваниями сетчатки, такими как болезнь Лебера и многие другие. Вот вы видите, ну вот как бы там 43, значит, только пигменты или синих, остальные, она как-то в этой болезни делится другим. Разумеется, существуют многочисленные терапевтические подходы. В первую очередь генная терапия, общая, так сказать, нейрональная поддержка нейротрафических факторов, блокаторов, потому что отчасти заболевания это кальциевая интоксикация, витамины, стволы клетки и все такое. Генная терапия, конечно, вызывает наибольшую надежду. И вот этот слайд, его не обязательно читать, его, собственно, невозможно прочитать, но это просто список идущих в настоящий момент уже клинических испытаний второй-третьей стадии различных генных заболеваний сетчатки. И даже если далеко не все они увенчаются успехом, что, понятно, причина далеко не всегда происходит, все-таки видно, что, ну, какая-то надежда есть. К сожалению, из них довольно мало относятся к элементам бретинита. Вот тут вот несколько первых строчек, остальные это другие болезни. И мы будем надеяться, разумеется, что какой-то будет тут прогресс. Но сейчас мы будем говорить про ситуацию, когда вылечить фоторецепторы все-таки не удалось, они погибли. И остаются вторые и третьи нейроны. Вот вы видите здесь вот эта нормальная сетчатка, вот это вот начало дегенеративного процесса, и вот эта вторая и третья фаза, когда фоторецепторы погибли, и все в разной степени забыло о глии. Конечно, архитектура нарушена, но клеточные типы в основном остались. Они, конечно, тоже медленно деградируют. И, так сказать, за несколько десятков лет, к сожалению, они тоже уменьшаются многократно. Но все-таки у человека с такой болезнью эти клеточные типы остаются надолго. Они в сто раз примерно медленнее деградируют. Значит, вот ситуация. Трехсвоенная сетчатка, вот эта она нормально функционирует, а вот эта вот погибли первичные чувства фоторецепторной клетки. Что тут можно сделать, если уж не удалось вылезти, то как вернуть зрение? Ну, можно попробовать превратить эти оставшиеся нейроны в псевдофоторецепторы. Я здесь приведу крайне грубую аналогию с матрицей фотоаппарата. Представьте себе, что вот, собственно, чувствующую матрицу вынули, но вся обрабатывающая электроника осталась. И вот давайте попробуем сделать вот что. Вот эту, собственно, обрабатывающую электронику сделаем светочувствительной. И здесь существует два генеральных подхода. Либо вот этот вот сенсорный вход сделать искусственный снаружи – это чиповая технология, имплантация микрочипов, которая создает сенсорный вход на вторые нейроны. Либо сами вторые нейроны, вот всю вот эту электронику, превратить в светочувствительные клетки. Ну вот, про первый подход я говорить почти не буду, потому что это отдельная огромная тема. Скажу только вкратце, что по типу расположения этих имплантов они бывают эпиретинальные, прилегающие к гонглиозным клеткам, или субретинальные, больше прилегающие к биполярам. Первый такой имплант был сделан еще в 2004 году, но эффективности не показал, потому что был крайне нечувствительным к свету. Вот это вот самый, пожалуй, успешный имплант. В настоящее время несколько сотен операций уже сделаны. Аргус-2, он одобрен FDA. И, ну, так сказать, у всех имплантированных оказано существенное улучшение зрения. Это, значит, вот видите, вот эта вот штучка здесь, она целиком вставляется внутрь глазного яблока и служит приемником, а вот маленькая камера, установленная на очках, служит передатчиком видеосигналов. Существуют и другие системы, немецкая Альфа, она немножко по-другому устроена. Там нету принимающей камеры вот тут вот на голове, а вместо этого каждый пиксель, он представляет собой и маленький светочечительный ремент, и он же маленький возбуждающий ремент. К сожалению, эта система нуждается в питании больше, чем Аргус, поэтому тут приходится заводить внутрь глазного яблока маленький шнурок питания, что, конечно, производит путь для всякой инфекции. Вот это вот тоже нечитаемый список. Я просто опять-таки показываю, что он велик. Различных компаний, производящих электронные импланты. И видно, что многие компании над этим работают. Почему это вряд ли имеет большое будущее? Это очень дорогая операция. Вот видите, неприятный снимок. Это операция по вставлению импланта в глаз. Сама операция стоит около 100 тысяч евро, и пока столько же примерно стоит сам прибор. Поэтому, ну, так сказать, очевидно, что большой перспективы это иметь не может. Ну и вернемся к нашей биологии. Давайте попробуем превратить светочечительные элементы, наши либо ганглиозные клетки, либо биполяры. Какие именно? Что лучше? Напомню то, что я говорил вначале, что биполяры – это в некотором смысле все-таки сумматоры. То есть это тоже не спайкирующие клетки. Они, конечно, не просто светочечительные элементы. Они организуют фоторецепторы уже в он-ов концентрические рецепторные поля. Но все-таки с точки зрения реакции на свет, они ближе к фоторецепторам, чем ганглиозные клетки. Потому что ганглиозные клетки – это уже спайкирующие клетки. И они, по сути дела, представляют собой такие первичные центры уже глубокой обработки информации. Они уже никак не пиксели. Они формируют сложные сигналы, которые сообщают в мозг о движении градиентов контрастов, в том числе цветовых и так далее. То есть, грубо говоря, нормально распространяется информация вот отсюда сверху вниз. И в этом смысле нормальный путь протезирования тоже был бы, ну, как бы, желательно, конечно, вот здесь вот рецепторы. Но если нет, тогда биполяры. А уж если совсем нет, тогда ганглиозные клетки. То есть с точки зрения логики протекания зрительного сигнала лучше биполяры, чем ганглиозные клетки. Ну, вот это я показываю, ну, как бы, можно сказать, уже старую статью 2009 года, где написано 22 морфологических типов ганглиозных клеток. На самом деле сейчас их уже гораздо больше. И число этих морфологических и функциональных, конечно, типов продолжает расти. Но вот на этом, к сожалению, преимущество биполяров заканчивается, потому что... Это огромное преимущество, но дальше начинается сплошное неудобство. Потому что, например, если мы говорим о вирусной трансфекции, то с точки зрения лучшего достижимости для вирусов, вот лучше, конечно, колоть внутрь глазного яблока вот сюда, чем субретинально попадать под сетчатку. Да, конечно, это возможно. Более того, это делается даже у мышек. Но понятно, что это гораздо более сложная процедура. Она должна делаться под 3D-фиксацией и с этой точки зрения сюда попасть легче. А значит, вирусы проще попадут в ганглиозные клетки, чем биполяры. Значит, ганглиозные клетки технически протезировать легче. Вопрос, чем протезируем? Оптогенетическим экзогенным белком или оптофармакологией? Ну, я на этом остановиться точно не буду, потому что про это сегодня и сегодня много говорил в замечательном докладе Валентин Иванович и ранее тоже говорилось, что такое оптахармакология, генетика. Только вот для целей будущего повествования обращу ваше внимание, что есть канавы, есть помпы и есть еще химерные метаботропные рецепторы. Вот это в некотором смысле будет спасение, о котором я скажу в конце. Но пока, да, значит, каналы радоксины. Значит, протезируем каналы радоксинами. Как уже также было сказано, каналы радоксины, существуют существенные модификаты, инструментальный набор у протезистов сейчас, слава богу, велик. Есть каналы радоксины, юстированные под разные длинные волн, с разночастотным разрешением и с разной проводимостью. Поэтому есть из чего выбирать. Как доставляем? Ну, конечно, это векторы адан ассоциированные, но также, как вы вчера могли убедиться, есть и некоторые, ну, пока только начинающиеся, альтернативные пути. Это, например, полимерные нанокапсулы, о которых вчера в своем постере рассказывал Алексей Ильич Роботов. Это вот постер, сделанный в нашей лаборатории. Если у вас был шанс посмотреть, то это, в принципе, работает. Капсулы уководные стекловидное тело дефондируют аж до пигментного эпителия. Значит, но поскольку моя лекция посвящена биполярам, то я к ним возвращаюсь и хочу вам напомнить, что биполяры генерально делятся на два крупных типа. Это он- и он-биполяры, реагирующие противоположным знаком на включение света. Вот он-биполяры, вот это вот, они имеют глютаматный метапотропный рецептор Эмглю-Р6, а он-биполяры – это юнотропный. Значит, вот фоторецепторы, вот они здесь пропали. Ну, это картинка он-биполяра. Видите, здесь метапотропный метапотропный рецептор. Значит, что мы можем сделать для того, чтобы превратить в биполяр светочувствительный белок? Ну, конечно, можем вставить канавародопсин. И вот на этом слайде показаны не все, но, пожалуй, наиболее яркие попытки вставить различные автогенетические инструменты в биполяры. Как видите, они начались уже достаточно давно. Первые работы датируются 2008 годом. В основном это был канавародопсин. И специфичность доставки обеспечивалась различными, разной степени, специфическими промоутерами. Сразу должен сказать, что вот эти все попытки в разной степени удались. То есть мышки, а это были, естественно, модельные мыши с дегенеративной сетчаткой, как правило, это был РД-1, у которых, как и у человека, не работает фосфодистераза шестого типа и, соответственно, нет гидролиза в CDMF. Так вот, все эти мышки в разной степени прозрели. Что было показано? Это поведенческим тестированием, мультиэлектронной матрицей. Но вот здесь показаны различные промоутеры, которые были использованы. Группа Роско использовала маленький кусочек из промоутера глютаматного рецептора, соединенного с вирусным промоутером SV40. Дальше, через какое-то время выяснилось, что если сделать 4 копии энхансера, получается лучше. И, наконец, ой, извините, наконец был сделан в 2016 году целиком промоутер на основе промоутера МГЛЮ-6 без вирусной компоненты. Здесь важно отметить, в чем, собственно говоря, проблема. Вирусный капсид аденоассоциированного вируса имеет маленькую емкость. Поэтому засунуть туда целиком промоутер, хорошо работающий промоутер, глютаматный рецептор, невозможно. Туда потом не поместится ни белок интереса, ни тем более белок маркера. Поэтому все это время идет попытка из полноценного вирусного, извините, глютаматного промоутера нарезать такой функциональный кусочек, чтобы он был маленький, но тоже в него влезал в капсид. Ну и вот эти попытки в разной степени удаются. Вот совсем недавно, полгода назад, вышла такая фундаментальная работа маэстро Патонда Роско, который протестировал 230 вирусов и получил 130 различных промоутеров. Это только маленький кусочек его огромной фундаментальной работы. И здесь вот показано, что они нашли такие, там в основном были промоутеры для инфицирования фоторецепторов и различных типов сетчатки, но там попались и промоутеры на биполярные клетки. Вот этот всего один, про БФО. Правда, они умудрились найти промоутер на ОВ-биполяр, а не ОН. Но это тоже очень хорошо, потому что нам, в конце концов, надо протезировать оба типа биполяров. И вот на этой картинке вы видите, в чем проблема. Емкость капсида 4.7, размер промоутера 9.5, то есть он не влезает даже сам по себе, не говоря о том, что нет. Вот этот маленький энханцер, вырезанный из полноценного промоутера. Естественно, зрение тестируется различными подходами, значит, это и одноклеточные записи, и электронные, поведенческие, тестные избегания. И вот в самморе, что получилось при протезировании канала родопсина. Достаточно хорошая скорость реакции на свет, то есть включается свет, мышка реагирует, очевидно, она свет видит. Но в то же время очень низкая чувствительность. Вот, посмотрите, 10-14, 10-15 квант на сантиметры в секунду. Соответствует это очень яркому солнечному дню где-то в тропиках. Скажем так, нормальное зрение обеспечивает вот такую яркость, 10, то есть достаточно вот такой яркости, 10-15, 10-16, но даже до офисной яркости, 10-19, 10-10, это вот то, где мы сейчас с вами находимся, ну, сильно не дотягивает. Видите, на 3-4 порядка. И дело даже не в том, что света не хватает. Света можно было бы с собой там таскать, фонарь. А еще лучше сделать глазные очки, которые бы представляли собой телевизор, которые просто усиливали бы сигнал, показывали бы очень яркую картинку. Это возможно. Плохо то, что свет сам по себе является повреждающим фактором, и яркая картинка просто убьет зрение и так ослабленная метаболической деградацией. Поэтому, как генеральный путь, это не подходит. Такое протезирование будет ненадолго. Надо как-то увеличивать чувствительность. Но как? Давайте вспомним, почему, собственно, этап чувствительных фоторецепторов. Во-первых, это многослойная структура воспринимающих элементов. То есть это сотни мембран, набитые очень плотно светочувствительным белком. И, соответственно, вероятность поглощения кванта здесь почти единица. А второе, это каскад фототранструкции, которые каждый пойманный квант усиливает многократно. И в ответ на один квант открываются тысячи каналов. Ничего этого, конечно, в биполярах нет. И невозможно вставить. Ну, грубо говоря, сделать дисковую систему там не получится. Но, может быть, попробовать вставить какой-то усилительный каскад. И вот тут мы возвращаемся к вот этой вот картинке, где имеется метаболитротная эфемера. Значит, это вот опто-юнотропный, а это опто-метаболитротный рецептор. Вот, значит, какой мы могли бы сделать метаболитротный каскад в биполярах? Обратим свое внимание на маленькую субпопуляцию ганглиозных клеток, которая называется Internal Potosensitive Ganglion Cells. Они содержат милонапсин и служат для исключительно целей циркадной синхронизации. Это так называемые Non-Image Forming Cells. То есть никакого зрения они не обеспечивают. Только чувствительность света. Милонапсин довольно сильно отличается от родопсина тем, что он родственник беспозвоночных родопсинов. И там хромофор 11-цис-ретинай ковалентно пришит к белку и не отваливается при изомеризации. Вот у родопсина, когда изомеризация произошла, хромофор изомеризовался и уплыл. А у милонапсина нет, он остался. Почему взяли милонапсин, а не родопсин? Потому что опасались, что в отсутствии системы возврата хромофора обратно на пигмент, первая же изомеризация будет и последняя. Хромофор уплывет и больше уже не вернется. Как выяснилось, опасались зря, потому что в клетке дегенеративной, в сетчатке, такой избыток свободного хромофора, видимо, генерируемого пигментным эпителием и невостребованного, что другие попытки, когда вставляли все-таки родопсин, они были достаточно успешными. То есть большей нужды вставлять милонапсин все-таки не было. Но тем не менее, был использован милонапсин. Вот это, так называемый, сигналосома. Он биполяр, здесь вот глютаматный рецептор, который соединен в комплекс с каналом ТРПМ и управляет каналом при помощи ЖО-белка. И вот, что сделала группа из Базельского университета под руководством Сони Клейн-Люгеля. Они в 2015 году публиковали статью со вставленной химерой. Они взяли химеру, сделанную из милонапсина, но С-конец у нее был взят от МГЛЮ-Р6 рецепторов. Таким образом, получился каскад, который реагирует на свет, но запускает внутриклеточную глютаматную трансдукцию, управляющую ТРПМ-каналом. Результат был удачным. И получилась мышка, которая была сразу на два порядка чувствительнее, чем мышки, протезированные канала РДФСИМОНа. Проблема была в том, что эта мышка была трансгенная, а не трансфицированная. Они вставили вот эту химеру на уровне еще эмбриона. И когда в 2017 году они повторили свою попытку, но уже, так сказать, попытались трансфицировать реальную дегенеративную мышку РД-1 с помощью вирусного вектора, в них не получилось, потому что не пошла экспрессия. По-видимому, сразу по двум причинам. Во-первых, вектор оказался недостаточно селективным, промоутер, а во-вторых, по-видимому, есть какая-то проблема, мешающая вирусной экспрессии вот этой вот новой химеры в биполярах. Мы возлагали, надо сказать, большую надежду вот на именно этот путь метаботропный. Это неудача была такая довольно печальная. Но вот сейчас я уже, видимо, время заканчивается. Я перейду к двум, пожалуй, наиболее интересным работам последнего полугода интересны, потому что они представляют как раз оба направления и канаврадоксиновый и метаботропный. Вот канаврадоксиновый это группа ПАНа из Дуэнстейт, Мичиган. Они взяли известный белок КО-СИХР из водорослей хлоромонос и путем двух замен 112 из 24 сделали из него очень медленный белок. Вот заметьте, он не только крупный по амплитуде, он еще и медленный. Это хековская система, вот эта запись, сделанная в хеке, и вот этот модификант, вот этот прототип, а вот это белок 3М. В результате у них получилось очень чувствительная система, потому что если привести аналогию с фоторецепторной системой, это рисунки, предоставлены Виктор Саевичем, это Минога. Вот эта колбочка, а вот эта палочка, но тут совсем разные чувства, интенсивность заметьте, 6-100 радапсинов на 69, но если их пронормировать, вот тут чувствительность одинаковая, то вот колбочка в ответ, и он такой маленький, потому что его слишком рано выключен, если бы мы выключили не здесь, а вот здесь, то ответ благосопоставимый. То есть раннее выключение очень плохо сказывается на чувствительности, а если ответу дать развиться, то это хорошо. И вот тут это хорошо видно, это уже запись не от хеков, а от самой сетчатки, мультилетродная матрица, и вот это новый белок, это старый белок прототип, видите, почти до порядка больше чувствительный. Но тут же видно и проблема, обратите внимание, и у нового белка, и у прототипа сперва чувствительность достигает некого пика, а потом начинает падать. И это тоже понятно почему. Это отсутствие механизмов адаптации, то есть тут наступает насыщение, и в конце концов клетки перестают просто уже реагировать. В палочке многочисленные обратные связи юстируют коэффициент населения, здесь это ну и вот я у меня еще сколько времени почти нет, да? Привожу последний пример, самый свежий, он вышел вот весь Михаил Ильич, 15 минут вместе с вопросами. А, хорошо, значит, еще времени нужно. Это работа вот той самой Сони Клайн Лёггель из Базовского университета, который сделал Химеру в 15-м году. Они сделали новый промотор. Они сделали вот такой промотор, маленький, компактный и, как выяснилось, мощный. Они его протестировали на дегеративных мышах, на non-human примет и на человеке, на посмертных экспатчах. И выяснилось, что селективность чрезвычайно велика. Ну, по крайней мере, на мышах она составляет до 80%. И они протестировали вот этот селективный промотор, вставив в биполяры, селективный, конечно, в биполяры, да. Они протестировали этот промотор, вставив в биполяры, но не свой любимый миланопсин, на этот раз они, так сказать, одумались, а вставили мышиный колбочковый родопсин и тоже модифицировали его по в С-концу. Сделали там С-конец из глютаматного рецептора. К сожалению, это просто удивительно, они померили в этой мышке остроту зрения, но не померили чувствительность. Вернее, наверное, померили, но почему-то не написали. Вообще, похоже, что вот эта часть в этой статье, относящаяся собственно к мышке, она скорее вспомогательная и скорее всего скоро мы увидим уже полноценную статью с полным анализом мышиной экспрессии. Но пока для них было, видимо, можно показать просто селективность нового промоутера. Ну, по крайней мере, с того, что видно, что они уже тут написали, острота зрения у мышки, измеренная по аквамоторной реакции, это когда мышка сидит внутри вращающегося барабана и либо следит мордочкой за вращающимися вертикальными линиями, либо она их не видит. Так вот, эта острота зрения составила всего половину от нормальной. То есть, в общем, ну, как бы, это уже, так сказать, ну, похоже на более-менее нормальное зрение по части пространства разрешения, по части чувствительности, повторюсь, пока непонятно. Ну, и вот тут я перехожу к некоторому самморе, что мы имеем сейчас. Да, конечно, это вот то, о чем сказал Михаил Аркадьевич в самом начале. Ожидания были несколько перегреты. Большого прорыва в смысле протезирования пока не превзошло. То есть, понятно, почему. канал радоксин обеспечивает пока недостаточную чувствительность. Совершенно нет инструментов, вот только-только полгода назад появился первый промоутер для протезирования офф-биополяров. Значит, это нужен белок другого знака и нужен мощный промоутер. Все еще недостаточно селективность вирусных конструктов, но может быть, вот с появлением нового промоутера Клайн-Любель это будет исправлено. И очень большая проблема это различные специфичности вирусных конструктов к здоровой и дегенеративной сетчатке, а также к мышиной и человеческой, потому что довольно много промоутеров тестировалось на здоровой сетчатке, а потом, когда их применяли к дегенеративной, выяснялось, что они почти не работают. Значит, надо ориентироваться на человеческую дегенеративную сетчатку, а вот этих работ как раз почти что и нет. Существует пока всего два, ну, по крайней мере, мне известно текущих исследования уже клинической стадии. Вот Аллерган и ГенСайт. Они начались уже довольно давно и еще в декабре 2019 года на сайте висело обещание вывесить результаты. Но вот сейчас уже апрель 2020 результатов до сих пор нет. И те, и другие использовали канал Родоксин. Значит, Аллерган вставил, ну, и там, и там, это, конечно, закодировано кодами, но известно, что у Аллергана это канал Родоксин 2, а у ГенСайта это Кримсон в сочетании с очками. Вот этот Medical Device это вот те самые усилительные очки, о которых я говорил. Это, то есть, яркие телевизоры, помещенные перед глазами. По-видимому, они надеются не сжечь глаза, потому что Кримсон, как вот нам сегодня рассказал Балентин Иванович, он более красночувствительный, то есть, повреждающие действия красного света все-таки меньше, чем синяя. Поэтому, видимо, вот сочетание Кримсона и, то есть, то есть, пред глазами будет красный экран, а не белый и не голубой. Но, как видите, ни там, ни там, пока неизвестны никакие результаты. И вот эта вот картинка показывает распределение групп, которые занимаются протезированием зрения оптогенетическими методами, как видите, широкое. Ну вот, мы могли бы тут поместить как минимум две группы в России. Значит, большую работу делает команда из института ВНД и МГУ. Это Алексей Юрьевич, который на сегодня будет рассказывать, Павел Милославович, Михаил Анатольевич Островский, Михаил Анатольевич Кирпичников. Ну и вот наша группа в Петербурге. Мы пока пытаемся специализироваться на биополярах. И спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Давайте вопросы. Вот у нас несколько вопросов есть в чате на настоящий момент. И у кого возникают вопросы, можно поднимать руки. Но давайте я пока начну из чата зачитывать. Значит, вопрос от Василия Цицарева. Каким образом можно задать искусственно быстродействие апсина? В какой степени это удается сделать? Спасибо. Апсина или когда ворота апсина? Ну вот если Василий подключится, он может быть пояснит. Сейчас я попробую ему звук включить. сейчас мы его найдем. А вот от него есть комментарий канала. Канала, да. Да, так там они взяли прототип CO-CH2 и в двух местах было известно, что вот эти две аминокислоты влияют на быстродействие. Они просто перебрали с десяток вариантов и выбрали самый медленный. И вот это была абсолютно правильная идея. Нужно не замедлять, не ускорять, а замедлять, чтобы дать ответу развиться и глубоко деполяризовать клетку. Вот я Василию подключил, если что-то он может прокомментировать. Спасибо большое, да, я понял. Слышно меня, да? Да, и видно. Спасибо. Так, спасибо. Тогда следующий у нас вопрос от Ульяны Дрозд. Здравствуйте, есть ли перспективы протезировать химеры нативных для виберодопсинов с разными спектрами поглощения, то есть восстановления нормального цветового зрения? Да, хороший очень вопрос, как уже сегодня было сказано, лектора любят такой ответ. Значит, смотрите, химера чего с чем? Потому что, конечно, этот вопрос встанет в следующем, после того, как мы на научимся просто протезировать биполяры, нам надо будет, и это будет черно-белое зрение, нам надо будет восстанавливать цветное, и тогда надо будет в разные биполяры вставлять разные эродоксины. Но тут не нужны химеры, у нас есть разные эродоксины. Другое дело, что это могут быть тоже химеры с какими-то C-доменами, которые будут запускать внутриклеточные биполярные каскады. Спасибо. Рук поднятых я пока не вижу, поэтому продолжаю зачитывать из чата вопрос. Следующий вопрос от Ивана Смирнова. Насколько сильно при пигментном ретините изменяются сетевые взаимодействия в сетчатке? Сохраняют ли различные типы биполярных клеток свои специфические синопические связи, например, с амокриновыми клетками? Спасибо. Вы знаете, генерально можно сказать, что очень сильно изменяется, потому что, конечно, отсутствие гибели фоторецепторов и отсутствие постоянной стимуляции, как и вообще в биологии, приводит к деградации следующих слоев, в какой степени изучены недостаточно. Единственное, можно сказать, что сильно связи нарушаются, но детальную картинку еще предстоит. Понятно. Значит, следующий вопрос от Романовой Ирины. Ну, близкий вопрос. Насколько сохраняется функциональность клеток ниже лежащих слоев сетчатки, бриотрофических изменений в палочках и колбочках? Слава Богу, сохраняется. Ну, собственно, только на это и рассчитывают те, кто протезирует. Как показывают эксперименты на мышах, то есть вставив светочечительные белки, они работают. Понимаете, без белков, собственно, это и не понять, потому что светом-то стимулировать бесполезно, ответа не будет. Понятно. Вот я вижу, что появилась поднятая рука. Значит, Кира Ким, пожалуйста. Меня слышно? Да. У меня может быть вопрос скорее к Михаилу Леонидовичу, а к Павлу Милославовичу. Я знаю, что ваши институты, ваша лаборатория занимались как раз разработкой генетической конструкции и даже в 2019 году у вас появилась статья об этом. Хотелось бы узнать, насколько продвинулись эти разработки в практику. Насколько это вообще возможно в наших российских условиях и как продвигаются работы там? Сейчас мы попробуем Павлу Милославовичу включить звук, конечно, немножко у нас. Я что-то включил? А, вы включили? Отлично. Да-да-да. Да-да, Павел Милославович. Ну, тут вопрос, скажем так, непростой. Прежде всего, что у буржуев, в которых уже три года идут клинические испытания, ничего не получилось. Они закрыты. Что торможены? Отложены там на пять лет и так далее. Вот. Основная проблема даже не в испытаниях. И люди готовы, особенно слепые. Вот. Но основная проблема в конструкте клинической. И вот на сегодняшний день нет удачного, который бы еще эффективно экспрессировался и обладал бы нужной чувствительностью. И в идеале он должен еще конструкт, центр клетки как бы вот тормозить наоборот, а периферию тормозить. Тогда это будет идеал. То есть пока нужно несколько лет научной работы. У ганглиозной так? У ганглиозной. Если говорить да, протезирование через ганглиозные клетки. Вот. И в общем вопрос этот подвис, потому что деньги нужны очень большие. Коллектив нужен хороший. То есть и в общем никто не делает варианты. Прямо не в испытаниях. То есть вот о чем рассказывал сейчас Михаил Леонидович, оно у нас в России застряло на стадии до клиники даже. Несмотря на то, что есть и группа готова заниматься этим. скажем так были группы, у нас большой коллектив был, все вроде бы но денег реально мы не получили. Коллеги, может быть вопросы к докладчику все-таки, а это можно обсудить за кофебрейком, ладно? Спасибо. Меня слышно, нет? Да-да-да-да, Михаил Акадьевич. Меня слышно, Миш? Да-да, Михаил Акадьевич, продолжайте. Ну просто большое спасибо, все замечательно, отличная лекция. Действительно, то, что я говорил вначале, вот с клиникой пока ни у кого не получается. Ну, в общем, будем надеяться, что какие-то ближайшие или не ближайшее время, ну в общем, люди пытаются. Да-да. Вопрос у меня, вот еще, ну об этом уже говорили, насколько живучи биполярные клетки в ходе дегенерации, это первый вопрос, и в этой связи все-таки, наверное, ганглиозные более живучи и перспективны. Это мне так кажется. Вы знаете, они живучи, потому что вот в тех случаях, когда были успешные опыты селективной трансфекции биполяры, мышей тестировали до 12 месяцев без существенной потери функциональности. И тут у меня вот как раз есть надежда на то, что возможно биполяры потому и деградируют, что не получается никакого сенсорного входа, а получив его, ну хотя бы внутренний свой собственный интенсик, они, может быть, будут лучше выживать. Как бы они когда станут функциональными, может быть, пойдет какой-то метаболический у них оборот, и они будут просто лучше выживать по сравнению с полностью неподвижными биполярами. Ну да. Вот. И я хотел в связи с вашим вопросом заметить, что действительно надежда все-таки есть, потому что вот те два примера, которые я привел, это, ну грубо говоря, использование канаврадоксинов первых поколений. И сейчас появились, конечно, гораздо лучшие инструменты, поэтому, возможно, когда их запустят в клинику, это, понятно, будет не скоро, но понятно, почему не получаются те эксперименты, и есть надежда, что получатся новые. А что вы думаете по поводу этой работы из Беркли, когда они взяли колбочковый апсин? Вы к которому имеете в виду? Куда ее вставили? Они взяли колбочковый апсин на ганглиозные клетки, у них вроде бы неплохо получилось. Да, это вот удивительно, когда вставляют совершенно чужие метабодробные рецепторы в клетки, в которых, по идее, не должно быть аппарата, и в общем работает. Это говорит о существенном промисквитетном характере этих рецепторов. Они, как выясняется, довольно неплохо используют внутренние же белки. Ну да, это вот такое весьма перспективное направление. Видите здесь, ну здесь, правда, да, здесь не поменялится конец. Здесь не совсем та история. Там тоже колбочковый белок, но с другим законом. Да. Спасибо, спасибо. Спасибо. И вот у нас в чате, чтобы уже не затерялись вопросы, а потом к поднятым рукам перейдем. Значит, от Карена Симоняна вопрос. I would like to know about chemical synapses and glutamate flaws between cons в сетчатке позвоночных. Михаил, да, да. Кемиков синапс between cons and... Да, и поток glutamata. Значит, химические синапсы. Химические синапсы в сетчатке, поток glutamata. Это очень большая проблема. Есть очень сложный синапс between кон и биполар цел. So, в течение dark there is a flow glutamate в течение light stops. И there are два kinds of glutamate receptors. Сайт preserving и инвертинг. maybe you can specify your question. They were complicated. The ribbon synapse and just different stuff. of is well. Well, in общем-то, это данные из учебников, да, наверное, потому что сейчас тут никаких таких специфических данных по оптогенетике тут, наверное, нет. То есть, это уже тогда мы этот вопрос... Сам сенсорный вход исчезает. Вместе с кобочкой исчезает и глютамат. Понятно. Хорошо. Давайте тогда от Валентина Горделия вопрос. Он руку поднимал. Значит, я включаю звук. Валентин. Спасибо большое за очень интересный для меня доклад, как школьника. Спасибо. Я не из этой области много узнал. Все было ясно. Спасибо большое. А вопрос такой, вопрос общего плана. Я понимаю, времени мало, но общего плана. Почему канальный родопсин? Почему не наш, например, любимый ксенородопсин? Не потому, что он наш любимый. Вот я как-то обсуждал в связи с тем, что я слышал от Михаила Аркадьевича по восстановлению зрения, их программ я говорил с Бамбергом, и он мне все говорил. Вот это непонятно, почему люди зациклились на канальном родопсине, когда говорят о зрении. Почему он не попробует тот же самый ксенородопсин? Вот мой вопрос. Вот почему не попробовать? Могут ли быть какие-то преимущества или есть заведомые недостатки? Что вы можете сказать, Михаил? Да, вы знаете, немного тут мне пришлось бы отвечать за авторов их соображения. Я думаю, что во многом просто мода, знаете, какое-то стечение обстоятельств, вот он у них был, скажем, был удобный конструкт в руках, все-таки канавы родопсинных инструментов больше, чисто, технологически. Да, может быть исторически. Дело в том, что Бамбер говорил не абстрактно, он, конечно, не физиолог зрительный и так далее, но он продал свой канал родопсин сначала как раз тем компаниям, которые восстановлением зрения, и поэтому он был глубоко, ну, достаточно глубоко вовлечен в обсуждение восстановления зрения с помощью его любимого канального родопсина-2. Несмотря на сохранившуюся любовь, он, тем не менее, имеет сомнения. Но, может быть, мы потом уже вдвоем, втроем обсудим это, но вопрос такой, который... Ну, скажем, группа ПАНа, видите, взяла, ну, это номинально тоже канава родопсина, но это из другой водоросли, он довольно сильно отличается функционально, поэтому люди, конечно, все-таки перебирают разные варианты. Я хочу вмешаться и сказать, что Валентин Иванович прав, кроме канального родопсина, еще же очень важно иметь офф-реакцию. Нам нужны анионы, нам нужны не только кинодеполяризацию, и в этом смысле вот он-офф-система очень важна, и нужны, конечно, другие инструменты. И вот анионный родопсин, который, вот я говорил, Говоронов и Синищок, вот мы пробовали, он дает возможность получить офф-реакцию, то, что с Малышем было, и Балабановым. Если можно, я добавлю, Валентин Иванович, что вы испытаете, очень хотим испытать, но от вас добиться реальной плазмиды невозможно, простите. Я обращался к вашим сотрудникам. Пожалуйста. Извините. Пожалуйста, мы нужны вам плазмиды? Нужны. Вам кто-то отказал? Я забыл фамилию у вас, молодой человек, который... Алексей мне говорил, мне вчера написал... И никакого ответа. Нам такие деньги предложили, что я, Валентин Иванович, упал в обморок и решил с вами посоветовать. Давайте, да, я вам тогда, может быть, позвоню и узнаю, что вам надо, и мы, конечно же, поделимся. Но я хочу сказать сейчас, может быть, совершенно коротко. Понимаете, вот, серьезный вопрос. И здесь Михаил затрагивал фундаментальные вещи. Светочувствительность и так далее. Но и также в управлении определенными белками с помощью света, чтобы вызвать усиление сигнала. Мы все это можем обсуждать. У нас есть белок, который в темноте чувствует свет и так далее. Правда, мы пока не понимаем, что он делает. Зачем ему такая суперчувствительность и прочее, прочее. Есть другие идеи. И я так скажу, вот, зная мощь западной науки, особенно когда кто-то придумал что-то, то там конкурировать не так просто, если не придумаешь что-то свое, вот, глубокое и интересное. Ну, вот, я надеюсь, что будет возможность обсуждать у нас. Спасибо. Павел, я записал, я записал, что я вот обязан сделать то-то-то-то-то-то. Я теперь записываю так. Вот, я обязан сделать то-то-то-то. И у меня вот такой длинный список, что я обязан. Вот, ну, хорошо. Спасибо. Ну, вот, очень многие коллеги благодарят за доклад. Я тут даже не буду все фамилии перечислять, они в чате. Следний вопрос, правда, не совсем понял, от кого, но я его озвучу. Михаил Леонидович, есть ли возможность увеличить время больше чувствительности в модели исследователей ПАН? Еще затормозить выключение канала, да? Как написано, так и читаем. Да, понятно. Ну, скажем так. Как поняли, так и рассказывали. Думаю, что да. Судя по всему, ну, там перебрали, скажем, они десяток вариантов, если они переберут, скажем, сотню вариантов, думаю, что да. И, наверное, это увеличивает чувствительность. Причем за счет не очень сильного ухудшения временного разрешения, скажем, там, палочки в условиях новой адаптации, там, скажем, 20 Гц, а вот эти показали 13-14. Не сильно хуже. Понятно. Ну, вот, в них, что да. Субтитры создавал DimaTorzok,